Восвятая служба информации и телерадиокомпании Гомель, у студии Натальи Игнатенко, добрый вечер. Юные мазырские волейболисты примутся делу международным турниры у Италии. Такая домовленность была досягнута подчас визиту гомельской делегации у город Лука. Там у гэтаи дни проходить фестиваль волонтериату, примиркованный до 30-ти годзе катастрофы на Чарнобыльской АЭС. На сборы у Италии плануюць отправить гомельских гимнастов. У отказ на наших пляцовках пропоновано провести тренировки итальянских спортсменов-канаистов. Про досягнутые домовленности больше подробязно мы расскажем на наступном тэй дне. Протягиваем выпуск. Выконание городского бюджета и питание пожарной безопасности сегодня обмерковывались на посаджении гомельского гарвы Канкама. Про выники деяностей у окресленных на прамках у первом квартале 2016 года доведались наши корреспонденты. Податки, дивиденды по акциях и арендные выплаты у селгета в первом квартале 2016 года пополняла бюджет по загаде в изначенном плане. Огольная сумма доходов склала омаль 760 миллиардов рублей. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 22,7%, что выше доходной части бюджета. Соответственно, бюджету приходилось изыскивать дополнительные источники. Был взят кредит в вышестоящем бюджете со сроком погашения в апреле месяце. Кроме того, передвинута дотация республиканского бюджета с 4 квартала на 1 квартал. Все эти меры позволили профинансировать заработную плату, коммунальные платежи бюджетных учреждений в полном объеме, медикаменты, изделия медицинского назначения. На парадок дня так само было вынесено широк пытаний у пожарной безпеки. Дадены охудшили специалисты городского отдела по надзвучайных ситуациях. По их словах, запиши квартал, в этого года отбылось снижение колькости пожаров на 25%. Колькость загинувших на их скоротилась у двоя, и это один из лепших показчиков Украины. По пожарам делим первое место, по удельному количеству пожаров с Минском, и по гибели с Минском также делим второе место. Естественно, это результат совместной профилактической работы всех субъектов профилактики правонарушений, в том числе и посредством работы смотровых комиссий. Сергей Дямидов поведомил и обстание охуных сбудований. На территории Гомеля 210 подобных объектов. Их утримание на постоянном контроле. За сабливой отказностью до этого пытания ставятся на буйных промысловых предприемствах, таких как химичный завод, Гомель Энерго, Гомсельмаш. Разом с тем, частка организации по вынеках опошных проверок отрымала оценку обмежавана готовые. Планы по ликвидации помылок зацвечены, и их реализация уже идти. Ганна Ковалева, Дмитрий, Радян Катэля, Радо, компания «Гомель». А напереды дни информационная группа гомельско-гагарвы «Канкама» начале с его старшинёй Пятром Кирыченком наведала заводы «Лиття и нормалев». Спочатку дельники мероприемства ознайомилися с вытворчим процессом и досягнутыми выниками. А после сустрелись с працонным коллективом. Гомельский завод «Лиття и нормалев» где зараз працует больше 4 тысячи человек, вырабляя материалы для вытворчасти комбайнов. Предприемства выходят в состав вытворчих объединений «Гомсельмаш», куда накеровывается 70% вырабляемой продукции. Экономичные показчики предприемства взаимозалежные. Один из наибуйнейших вытворцев сельско-господаршей техники, зараз переживая появные проблемы с реализацией. Тому и на злине ситуация складанная. Однако шляхи ее выправления есть. Кировничество предприемства связывая надеи с новой линией по формоции летых заготовок. Запуск запланованы на лето этого года. Это позволит повеличить объемы вытворчасти и экспорту. А главное, снизить залежность от «Гомсельмаша» прикладно удвоя. Злин станет менее зависимый от конъюнктуры цен и вообще от того, как, насколько успешно «Гомсельмаша» реализует свою продукцию. Нельзя говорить о том, что он выйдет в свободное плавание, но эта зависимость, она все-таки намного уменьшится. Это позволит предприятию уже по итогам года выйти на 100% по объему производства к прошлому году. То есть, ну, значительно не только свои качественные, но и объемные показатели улучшить. Сустреча с прационным коллективом отрималась корыстная для обо двух боков. Работники завода отримали информацию о перспективах развития областного центра и выказали свои пропановы. У свою чергу старшиня Гарвы Конкама Петр Кириченко доведался о проблемах, які хвалюють людей. Такие встречи очень нужны, потому что непосредственная близость к работникам города, которые составляют немалую часть работники нашего предприятия, она позволяет как бы ближе людям увидеть руководство города, непосредственно задать вопросы интересующие, живо их. Информация очень донесена, так сказать, доступна, все вопросы уточнены. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Заховаем життё дятей. Под такой назвой сегодня у Гомеля пройшёл областный межведомостный форум представников державных органов и инших затекавленных службов. У минулого года на Гомельщине от так званых «знешних факторов» потерпели 32 дятяти. Какие меры профилактики пропонуют специалисты, доведались наши корреспонденты. Пытание гибели детей застается актуальным для Гомельской области. В минулом году зафиксованы рост гибели детей от «знешних факторов» у пораунания с 2016. Очень волнует именно вставление детей в квартирах без досмотра. Это вот эти москитные сетки, так называемые, которые вроде они какую-то безопасность для семьи и для дома несут, но в то же время они не закреплены. И дети, добираясь до них, естественно, у нас был всплеск по прошлому, позапрошлому году, когда вываливались, травмировались, погибали дети именно с многоэтажек. И это только одно из проблемных питаний. Дети без нагляда батьков гуляют за палками, тонуть подчас купания. Як и что треба робить, как взменшить колькость несчастных выпадков. Анализ показывает, что больше загинувших хлопчики в возрасте до 10 годов. И хоть в пораунании с 2005 годом колькость подобных выпадков на Гомельше не сменшилась, а маль у 2,5 разы, проблема у Сюрона потребует серьезной уваги и новых подыходов у профилактичной работе. Это привлечение общественных организаций и родительской общественности. Ну и также мы вплотную хотим поработать с нашей белорусской православной церковью. Як и знаю, епископ Гомельский Жлобинский Стефан, духовность – это не обовязково только наведывание церквы. Перед за все, семейные относины повинны будаваться на принципах духовности. За это не осуществят казанность батьки, не перед громадством, перед уластными детьми. Однако, на практике часто все иначе. Дорослые поводят себе неправильно, не только дома у семьи, а и в повседенном житии. Активисты областного совета старшеклассников навод провели эксперимент. Сами подростки, они заходили в магазины, они спрашивали о том, можно ли им купить здесь алкогольную или сигаретную продукцию. И, как показала практика, взрослые все-таки поддавались на убеждения и продавали эту незаконную продукцию. Другий эксперимент областного совета старшеклассников показал. Предповедной работе с подлетками, які трапили на улик, их можно вернуть до нормальных життя. Каб дитя не отшувала себе у одиночки, треба створать умовы у повседенном житии. Гэта увага с боку батьков ставлены до детей с повагой, интересом до их внутренного свету. Йоген Паблавец, Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». Напереды дни ходовины Чарнобыльской трагеды делегация журналистов японской вешальной корпорации NHK наведала Гомельскую в область. Каб взирнуть на наше повседенное житё про спрызму видеокамеры, а пасля у телевизийным эфиры рассказать свой чинникам. Под рабязностью сюжете корреспондента у телеканала «Мазыр». Беларусы за 30 годов научились жить с радояцией. Японцы учатся 5 годов. И они не соромаются задавать питания, часом вельми настойливо, об тем, як переодолять радояционный барьер. У складе делегации творчая группа найбойнейшего в Японии телекомпании NHK. Про то, як можно жить на потерпелых териториях, яны расскажут своим свой чинникам. Опыт для русских коллег будет показан и показан в Японии для японских зрителей. Мы посетили несколько районов Гомельской области, посмотрели, как живут люди в районах, которые были последним постановлением выведены из списка загрязнённых. И вот, скажем, мы также планируем посмотреть, как живут люди в районах, которые ещё остаются с периодическим контролем и загрязнённые. В этом году в Японии было пятилетие, то есть трагические события на АЭС Фокусима. Поэтому, может быть, опыт, даже не может быть, а опыт белорусских коллег поможет в Японии преодолению каких-то сложностей. Первое задание от японского кировництва – анализ демографичной ситуации. Место с дымки – Мазырский роддом. Статистика выглядит оптимистично, народжальность повышается. Назирание за здоровьем женщины и будущего детяти ведется с первых тыдней утяжарности. Мазырский роддельный дом является перинатальным центром второго уровня по оказанию перинатальной помощи. У нас оказывается помощь жителям Полейского региона и жителям города Мозыря и района. Количество родов приблизительно в районе двух тысяч ежегодно. Рождается младенцев больше, потому что, например, в прошлом году у нас родилось 19 двоен. Интервью мазырских медиков, экранальные кадры малих, яким усягоня калькедзен, счастливых матье, материал для репортажу збираюсь разнобаковым. Годины из дымок, километры шляху по Гомельщине и масса информации. Усюгэта станет репортажем об нашей послячернобыльской речейсности. Светлана Грусько, Олег Фитцнер, телеканал Мазыр, специально для телерадио-компании Гомель. У некоторых магазинах региона уже з'явилися новые ценники с параллельным указанием сёняшних цен и тых, что будут дейничать после деноминации. Гэта распроджение Министерства Гандлю. Такую работу не позднее за 1 червеня повинны провести усе объекты Гандлю и громадского харчаванья. Каблюдзе психологична паспелі призвучается до новых цен. Нагадаем, у нашей краине у Липпене буде проведена деноминация. Уже третья за историю Беларуси. Пасля сё летний беларуский рубель пазбавится 4 нулёв. Найдробнейшая зараз банкнота 100 рублёв буде заменена на одну копейку. Усягожу в звороте з'явится 7 номиналов банкнот и 8 монет. Падчас параллельного звороту двух видов грошовых знаков, а гэта с 1 липеня и до конца года, усе субъекты господаранья будут обавязаны указывать 2 цаны. Дарыч и розные гроши будут однодчасово знаходиться у звороте до конца сё летнего Снежня. 1 июля 2016 года в обращение поступят денежные знаки образца 2009 года. Это говорит о том, что к деноминации в нашей стране готовились уже давно. Но с экономической точки зрения её целесообразность появилась только в 2016 году. Сигналом проведения деноминации является стабилизация курса национальной валюты, понижение ставок на денежном рынке, а также снижение темпов инфляции. Только в этом случае выгоды от проведения деноминации будут выше соответствующих затрат. Что тычется дизайну купюры и монет, концепция отповедает девизу «Моя краина – Беларусь». Кожная банкнота присвечена одной из областей и городу Минску. Сегодня означается «Сусветный день культуры». З мытой познайомить гомельчан с головными накерунками развития беларуской инструментальной школы, у Гомеля стартовал новый проект симфоничной музыки. Ее натремал назву «Цикл концертов – наши традиции». Проект поделенный на пять тематичных часток и будет житовляться на протягу двух месяцев. Наши корреспонденты наведали концерт под назвой «Габой Вивальди». Гомельский симфоничный оркестр и его головный дирижер Мурада Суил сделали все, как классическая музыка с Кариланавад самых заузятых скептиков. Выконывали классику лучшие музыканты «Сусветного узровня». Средо них – болгарин Павел Миню, солист Московской филармонии. Его еще называют «сучасным паганинем». На что он каже – просто сдольны добра играть. Разное время было разным. В шесть лет был будущим паганинем. Потом стал… В Америке стал ошеломляющим, экзайтинг паганинем. Но уже более десяти лет современным. Концерт с знайомью и створчостью признанного в Беларуси замяжу и габаиста – выкладчика Республиканского музычного колледжа при Беларусской державной академии музыки Сергея Тумаркина. Наступная сустреча под назвой «Великий ароман таки фортепиано» запланована на 20-е красавика. На следующей неделе уже приедут пианисты. Класс Владимира Николаевича Нехаенко. Будет первый концерт Рахманинова, первый концерт Листа. Заключительный концерт будет 13 мая. У нас впервые на одной сцене будут сидеть эстрадно-духовой оркестр и симфонический. Людмила Шарнецкая, Виктория Шумак, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». У «Гомель» прибыла икона Божией Матии «Неупивальная чаша». Абраз, який прибыл до нас за фона, станет каштовным подарунком православным верникам. Абраз Матии Божией «Неупивальная чаша» з'явился свету, як невычерпная крыница да помоги тым, кого неадольна тягне да спиртнога. Мадонна за фона написана з узнятыми уверх руками. Перед ёй Бога Дзитя, який стоит у чаши. Гэта чаша причащення, крыница духовной радости и сутяшення. Найсвятейшая Богородица молится за усіх грешных и обвящая, что кожному, хто покутуе, призначена неупивальная чаша небесной допомоги и милосерности. Что дня перед иконой будут здесь снятся молебны об апантанных хворобами. Это новый образ, икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», которая написана на святой горе Афон и передана в дар городу Гомелю, в новый храм в честь иконы грузинской Божией Матери, которая находится у нас в Белеце на Кристалле. Буквально первые дни икона побудет у нас в соборе, а в следующий воскресенье икона отправится на свое постоянное место пребывания в этот прекрасный новый храм. На этом выпуск завершенный у студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам добрых новинов. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова